Приветствую вас. Идеальным вариантом было бы, чтобы ваш муж обратился за консультацией к психологу и свои проблемы обсудил сам непосредственно, а то, согласитесь, получается несколько странная история, когда взрослого мужчину решает его женщина. Вот. Вы, безусловно, молодец, что нашли сайт, вы, безусловно, молодец, что пишете о проблеме, но это не ваша проблема, это проблема вашего мужа, как бы и что бы там ни было. И будучи, будучи проблемой вашего мужа, как бы он эту проблему должен решать сам. Он должен эту проблему решать сам. Не вы должны решать его проблему, а он сам. Если он сам этого делать не будет, то я боюсь, что, ну, как бы у нас ничего не получится. То есть у вас не получится решить проблему. Я могу лишь предположить, это, конечно, будет скорее моя гипотеза, но в какой-то степени это влияет на вас. И влияет на вас достаточно, мне кажется, негативно. Вот, понимаете, если на вас это влияет негативно, то вам нужно поработать лично со своей проблемой. Например, вы, допустим, там, не знаю, чувствуете вину, ну, к примеру, да, вы чувствуете вину и вы, там, допустим, не знаете, ну, не знаете, что можно сделать, чтобы помочь вашему мужу. Вы чувствуете, что обязаны ему помочь, но не можете этого сделать, вот. То есть, проблематика, она заключается в этом, как бы, как бы, и, соответственно, работать нужно именно с этим. По поводу мужа, я могу сказать лишь то, что является моей гипотезой на данный момент. На данный момент, мне кажется, что, первое, есть некоторые незавершенности в отношениях между вашим мужем и его бывшей женой. Это первое. Второе, есть такое, что сын для отца стал чем-то больше. Почему больше? Ну, потому что, понимаете, какая штука. Когда, когда помогаешь кому-то, ну, делаешь что-то для кого-то. Если делаешь это, образно говоря, адекватно, то нет такого, что обижаешься, когда человек это не цель. Потому что, извините, человек не обязан ценить то, что, условно говоря, другой делает сам. То есть можно, в принципе, с равной долей вероятности сказать, что отец, родитель ничего не должен своему взрослому ребенку, да? Ну, то есть там, до восемнадцатого, после восемнадцатого лет, ничего не должен. А можно с уверенностью сказать, что родитель может и вправе делать то, что хочет делать. Понимаете, какая штука. И если отец для, условно говоря, ребенка, своего ребенка, для своего ребенка, делал что-то, да? Ну, просто вот, делал, ну, там, какие-то вещи делал для ребенка своего, а потом обижался на это. То у меня есть несколько плохие новости, связанные они, в первую очередь, с тем, что отец здесь сделал это для своего ребенка не просто так. То есть он это делал с какой-то целью. И эта цель, к сожалению, не связана с ребенком от слова совсем, от слова никак. И это, на самом деле, является основной проблемой, что происходит как бы замена. Происходит как бы подмена, подмена понятий происходит. И в итоге, образно говоря, родители оказываются в зависимости от того, как отреагирует сын на то, что он для него делает. Ну, это, на мой взгляд, не имеет ничего общего с помощью, да, это больше похоже на решение каких-то своих в большей степени проблем, нежели чем на помощь. Потому что помощь это, когда человек, у которого есть все, которое обеспечено всем, либо у которого какого-то ресурса находится в избытке, совершенно спокойно дает этот ресурс тому, кто в нем нуждается больше. Соответственно, теряет, сдаваясь с этим ресурсом. Человек не чувствует потребности в воздаянии. Ваш муж, в отличие от того, что я описывал, потребность в воздаянии чувствовал, и от цели начались обиды. С чем это связано? Ну, во-первых, подобный тип отношений функционально системно связан с тем, что люди, в частности ваш муж, не умеют выстраивать личные границы. То есть, там, условно говоря, как правильно сказать. Условно говоря, я, например, полностью могу, я полностью, либо я полностью растворяюсь в том, кому я помогаю. Либо я полностью растворяюсь, либо я, значит, не делаю ничего для человека. То есть, идея, она, в принципе, такая как бы. Это один момент, и второй момент заключает в том, что через подобную модель поведения предпринимается попытка дать себе что-то, в чем человек достаточно остро нуждается. Сложно сказать однозначно, о чем здесь конкретно идет речь, да? Я сложно сказать однозначно, но, тем не менее, тем не менее, проблематика очевидна. И эту проблему своего мужа вы не решите никак. Он может это решить сам. Только если хочет. Только у него, если у него есть желание такое. А вот есть у него желание это делать. Хочет ли он этого на самом деле? Большой вопрос. Может ли он что-то в себе изменить? Тоже большой вопрос. И чем больше вы, условно говоря, вмешиваете, чем больше вы, условно говоря, пытаетесь человеку помочь, тем меньше для него мотивации, шансов в прямом смысле физической и в переносном смысле психологической возможности сделать что-то самому. Поэтому, настоятельно рекомендую вам, значит, звонить мужу в эту позицию или предоставить ему мой аудио ответ. Вот. И, значит, порекомендовать ему наш сайт, чтобы он обратился сам. Перестать предлагать свою помощь. Вы можете только высказывать сочувствие. Вот. Но помощь предлагать нужно перестать. Потому что это не имеет никакого эффекта. Если на вас эта ситуация действует негативно, то необходимо вам самой поработать над своими проблемами, которые есть у вас, и поисследовать данный момент, поисследовать данный аспект. Это то, на что нужно обратить вам свое внимание. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Не жертвуйте собой, пожалуйста. Потому что, ну, ничего, как бы, хорошего. Ничего хорошего от этого не будет. Обратите внимание, что речь идет про взрослых людей. Вот. Никто, как бы, меняться так вот вроде не собирается. Ну, суть по тому, что вы говорите, да, 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 тут, как бы. А нет такого, что ваш муж, как бы, там, декларирует, что всё, я готов к переменам. Я, по-моему, неправильно как-то жил, да. И нет такого, чтобы фильм тоже самое демонстрировал. Ну, вот. Удачи вам. Всего самого доброго.